Крым водой Крым водой Сегодня мы поговорим о строительстве важнейшего для Крыма объекта Северокрымского канала. Это программа «Крымские истории». Вспоминать вы их будете вместе с нами. Я Эмилия Люлькун. И я Вячеслав Анин. И мы начинаем. Советскому послевоенному Крыму на волне восстановления и развития требовалось значительно больше. Началась разработка проектов. Предлагали построить подводный трубопровод из Кубани через Керченский пролив. Затем опреснить Азовское море. И лишь в 1950 году Совет Министров СССР утвердил проект Северокрымского канала. В начале 1961 года всесоюзная ударная стройка Ленинского комсомола Украины началась. 10 тысяч комсомольцев-добровольцев съехались сюда со всей страны. Оборудование и материалы слали не только Прибалтика, Биробиджан, Архангельск, но и Чехословакия и даже ГДР. О том, как началась стройка, о том, как она развивалась, мы поговорим с нашими гостями. Это начальник передвижной механизированной колонны Николай Семенович Пазюк. А также секретарь Крымского обкома Компартии Украины по вопросам агропромышленного комплекса, почетный миллиардатор Украины Георгий Иванович Капшук. Здравствуйте. Николай Семенович, в свое время вы пришли на стройку Северокрымского канала в качестве механизатора. Значит, я после окончания техникума мелиорации, вернее, техникум механизации мелиоративных работ Шевченковской, это на Черкащине, я успешно закончил техникум и направили, госкомитет направил механиком на строительство Северокрымского канала в Нижнегорск. А в то время еще в Нижнегорске не было еще такой организации. Там только было в проекте. ПМК-6 строилось, а ПМК-1 только, ну, не было даже и конторы, ничего. Ну, вот, возвращаюсь в Симферополь, перенаправляют меня в СЛУ-5, Крымканал строю, Красноперекопск. Ну, и по дороге, как увидел я ту технику, которая там уже работала на стройке вот Северокрымского канала, то у меня, конечно, отпала охота идти механиком, потому что я таких механизмов и не видел там, техники у нас не было. Дет-250 дизель электрический. То есть это было уже новое? Новое, хорошее, да. Ну, это скреперы были, значит, бульдозеры новейшие. А я на Полесе работал там на старом С-80, там на экскаваторе маленьком, 0,3 куба. ДТ-54? Да. Значит, и, в общем-то, побоялся я, честно сказать, идти механиком. Ну, как идти механиком, если ты не знаешь, то... На технику, которую ты не знаешь. Да, и я изъявил желание работать бульдозеристом. Ну, конечно, такого специалиста приняли по первому разряду и сказали, значит, да, вот когда почувствую, что ты можешь за рычагами уже садиться на смену, выходить, пришлют комиссию и, значит, сдашь на разряд и будешь работать в бригаде. Попал я в бригаду больших бульдозеров, Т-140 тогда вот были, вот самые такие последние, следующее. 22 человека нас было, 11 бульдозеров. И в течение недели бригадир говорит, значит, ну, что ты дураковаляешь, давай комиссию-то, будешь на смену выходить. Ну, комиссия приняла у меня мою работу, все, и присвоили мне самый высокий разряд, шестой, как и всех было тогда, вот, да, в бригаде. И пошел на смену работать, вот. Работали двухсменные эти механизмы были, значит, и от колончака начал я строить. Здесь у Северокрымского канала и вот до Турецкого вала, вот тут мы готовили почву для пуска воды. А дальше уже бригада перешла на воинку, это уже за Красноперекопск, вот. Ну, вот сейчас вы упоминайте от и до чисто географически, а вы же дослужились в итоге. Это же вот постом был, вот, да. Школа наша. Да, это все Красноперекопская школа была, значит, в одно время, значит, получилось так, что вот у нас проблемы большие были с расширением Северокрымского канала, вот, на Херсонщине, там, да. И вот участок был очень сложный такой, там, и запили руководство и все прочее. Юрий Иванович уже был секретарем Порткома тогда, вот, да. И вот меня туда на прорыв бросили. И после того я уже не выбрался с механизатора, вот, да. И вот начал работать главным механиком этого управления строительного. Кстати, мы уже несколько раз упомянули этот термин, передвижная механизированная колонна ПМК. Это было спецсму, это было первоначально, а потом, значит, когда уже начали там реорганизацию все делать, значит, получилось то, что надо же было платить за передвижной характер работ. А что это такое, значит, ну, люди вставали с Красноперекопска, ехали в Армянск, ехали в Роздольный, ну, кругом по этому. И не только с Перекопа, из Нижнегорска точно так. Так вот, за вот это все поездки, вот, значит, 30% тарифной ставки было доплатно. Передвижной характер работ. Передвижной характер работ, вот, канальский. Ну, вот, чисто сейчас, если вспоминать, это была достольная оплата? Нормальная, доплата была нормальная, да. Вот этого хватало для того, чтобы можно было пропитаться в полевой столовой нашей там, вот, на объекте. Сразу называлось не столовой, а котлопункт. Котлопункт. Котлопункт, да. Николай Андреевич Огаркушев, говорю, давайте переименуем, а то, как будто большой котел с деревянными ложками. Давайте назовем пункт полевого питания. Да, все правильно. Согласен. Включи сразу и официально, и как-то. Первый этот пункт, вот, где я питался, это был на, именно, на пересечении северокрымского и турецкого вала. Там стоял участок, вот, да, и вот там. Кормили хорошо. Кормили бесподобно. Лучше нигде не кормили. Ни в одном хозяйстве там не было, там все. И горячее было. Сметана эта стопудовая, это каждому вот положено, просто кашу, кефир. Второе, без мяса вот не было ни разу. Там утром, вечером и в обед. Это мясное блюдо все. Трижды кормили. Питали вот отличного, да, и там ни один желудок не умер у нас на северокрымском. Но, возвращаясь к вот этим колоннам, сколько примерно единиц техники? И, кстати, техника была вся отечественная или что-нибудь... В основном отечественная, да. Практически вся отечественная. Вот, когда перевели вот эту вот спецсму 5 и спецсму 1 в ПМК 5 и ПМК 1, то это же остались те самые организации с той самой техникой. Это два было самых мощных в Крыму механизированных предприятиях. Одно время было больше ста штук единицы той скреперной техники. Это маленьких только скреперов. Были прицепные тяжелые скрепера, были автоскрепера. Это вот механизмы те, которые были на перепланировке чеков, на отсыпке подушек, дорог и тому подобное. Ну, помимо всей этой техники была целая армия бульдозеров, где-то больше 50 штук, экскаваторов около 40 штук. Ну, в принципе, да. И стройка-то глобальная, и поэтому и вся техника. Это колоссальная стройка была. Помимо всего того, что это техника была, тут же надо было обеспечить это все. Он говорил, значит, что геодозисты. Это целая геогруппа была, которые следили за трассой канала, за отметками, за укломами. В общем, это серьезнейшая работа. В общей сложности строительство всех очередей канала с ответвлениями от него длилось в Крыму 36 лет. Строительство первой очереди было начато в 1961 году. Завершено через 17 лет. 1977 год. Начало строительства второй очереди канала. Основным объектом стал 46-километровый соединительный канал, связавший Раздольнинские и Черноморские каналы, а также Сакский. Вторая очередь должна была обеспечить водой Симферополь, Севастополь и курорты ЮБК. 1985 год. Начало строительства третьей очереди Северокрымского канала. В конце 80-х начали строить самое большое из наливных водохранилищ – Межгорное водохранилище. Строительство четвертой очереди было остановлено в 1997 году из-за недостатка средств. В перспективе намечались еще пятая и шестая очереди. Тут, наверное, и к Георгию Ивановичу будет вопрос. Вообще, процесс стройки Северокрымского канала, там же это был многоэтапный. То есть первыми шли чуть ли не саперы? Да не шли, а саперы шли. Саперы. Потому что были и жертвы. Не просто так. Особенно, когда пересекали турецкий вал, когда подходили к армянскому позициям, к ишунским позициям, рядом идет этот канал. Это такая штука слишком сложная. Саперы. С миноискателями все. Да, с миноискателями. Значит, трассу подписывали протокол прорабов, значит, и пошел работать. Через каждые полметра проверяли. Нет уже, ну, уже больше 5 метров, конечно, там не было. А до 2 метров попадались снаряды, авиабомбы и все прочее. Значит, и после всего того, как воду пустили на поля орошения, тогда возникла проблема дренажа, чтобы не было вторичного засоления, чтобы не было снаряды очистительных. Когда изначально плитами, если не ошибаюсь, не выкладывали бетонными? Нет, сначала нет. Сначала у нас пустили воду по пустому каналу, а потом уже начали облицовку и выборочно. Противофильтрационные мероприятия проводились тогда. Канал шел, чтобы не было смешения основной днепровской воды. А вообще еще... Не-не, вода днепровская как раз пополняла водоносные горизонты, чтобы вы знали, при умном использовании. А вообще какие еще могли возникать и возникали трубности, кроме вот засоления воды? В 1966 году был магистральный канал, парив был в районе Бабенково, это Херсонская область. А в 1968 году парив был в районе, Донкойском районе, село Пахаревка. Так что вы знали, так волна шла, 6 метров волна, рельсы железнодорожные разорвала пополам. Это не просто разное. Вода же не бывает, что так она вот так пошла. Обыватель зачастую именно так и считает. А как проблему с расселением решали? Все-таки да, сразу много новых людей. Города тоже строили производство. Это же Северо-Крымский канал не только орошение для сельского хозяйства, но и обводнение. Подали Керчь, Феодосия, Судак, Севастополь, Межгорное водоходное. Я правильно себе, Петр Юрьевич? Феодосия, вы же вот скажите, что села прямо строили, вот Житомирское, Винницкое, Кусское. То есть целиком возводили села? А улицы так не только... Нет, так называли, где большинство было компактное поселение. То есть откуда приехали, так и называли. Да, да, да. Филиал города. Я вам хочу сказать, что это мероприятие на долгие годы запомнилось. Все время снится. Вот эти люди замечательные в вагончиках, бездорожье, машина, ГАЗ-51, Без тенту, тент накрыт, если это у хорошего. Да не было ж тенту, сразу щиты впереди, вот, да, и скамейки. Дождь, не дождь. Из Красноперекопска, аж под Каланчак везли. И под Каховку туда. 17 октября 1963 года в 11 часов 45 минут на Турецком валу на многотысячном митинге строителей канала из Херсонской и Крымской областей генсек СССР Никита Хрущев в присутствии многочисленных гостей из Москвы и руководителей УССР перерезал символическую ленточку. Саперы взорвали грунтовую перемычку, и в вода Днепра устремилась в Крым. Завершение строительства первой очереди канала превратилось во всенародный праздник. Юрий Иванович Капшук своими собственными глазами видел это торжество. Как все проходило, как вообще готовились. Я был начальником комсомольского районного штаба. Первым секретарем, это сельский производственный комитет комсомола назывался. Съехался весь Крым, Херсонщина, руководитель государства Никита Сергеевич Хрущев прибыл. Все прибыли министры, которые связаны со странами, потому что не только Министерство милиарации, его одно хозяйство. Какое волнение это чувствует. Да, это было что-то. Я как-то рассказывал, по-моему, на одной встрече здесь. Я трижды видел, как люди массово плачут. Первый раз, когда я мальчишкой был, родители наши приходили с войны, у кого счастье было, что они живы, а у кого нет, плакали. Второй раз, когда Северокрыбский канал, воду пускали, приход Днепровской воды, плакали люди. Мы не верили. Людям давали порционную, можно так сказать, воду. Большой семье два ведра воды, малой семье одно ведро воду, питьевой, соленой, пожалуйста. Сейчас это сложно представить. Да, валами возили. 7 мая показывали здесь фильм о Перекопской земле. И показывали о нем, это о герое соцтруда. Саранча, который первый получил на орошаемом земледелии от Днепровской воды звание героя социалистического труда. Это совхоз Таврический. Потом совхоз Пятиозерный. Еще канал строили, а комсомольцы уже готовились в Скадовском районе, в совхоз Скадовский, рисосеющий в Каланчаке, как выращивать рис, новая культура. Я хочу сказать, что мы достойно подготовили ребят. Достойно. Самые высокие урожаи получали мы в Советском Союзе, чтобы вы знали. Ну, когда Никиту Сергеевичу встречали, готовиться же надо. Кто будет хлеб, соль. Да, каравай. Что, как. Еще как раз был период такой, что на украинской мове надо было кое-что говорить. И несколько человек готовили. Мария Яковлевна Верезей, ну и Федор Яковлевич Гетман. Брагодир хороший. В дальнейшем он был орденом Ленина, достойный уже. Его нет в живых. Ну, муляж сделали. Инструктор ЦК приехал. А муляж хлеба? Ну, муляж, каравай. Это же не вручать, это репетиция. А, репетиция. Задолго, да, там. Репетиция, да. Рушник. Кто, как будет подходить, откуда, что, как. Тачивали. На турецком валу, да. И вот он подходит к инструктору ЦК партии и говорит, дорогий Сергей Никитович. А то такой. Не то. А что-то вы говорите. А он говорит, не мешайте я по-украински. И снова пошел. Были такие слова, это истина. Я вам рассказываю, было. Никуда не денешься. Тут переволновался. Человек волнуется. АПЛОДИСМЕНТЫ На лесных озерах, на степных просторах поднялась Россия, дневная краса. У моей России руки золотые, руки золотые. Славная судьба, где она прикажет, там дорога ляжет. Где она захочет, там встает лево. Где она прикажет, там дорога ляжет. Где она захочет, там встает лево. У моей России думы молодые, думы молодые, что всегда весна. Если к ней с любовью встретит веком солью, Если к ней с обманом не простит она. С приходом Днепровской воды бесперспективные хозяйства становились высокорентабельными и многоотраслевыми. Площади орошаемых земель увеличивались. Угроз засухи была ликвидирована. Вода из Днепра позволила развивать на севере и в центральных районах Тавриды поливное земледелие и даже выращивать рис. Северокрымский канал был способен обеспечить до 85% потребности полуострова Крым в водных ресурсах. И как раз о, можно сказать, золотых годах Северокрымского канала мы поговорим с нашими гостями. Это Николай Геннадьевич Орловский, в свое время министр агропромышленного комплекса Крыма. И бывший первый вице-премьер Совмина Крыма Анатолий Васильевич Корнячук. Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий Васильевич, я знаю, вы приехали на полуостров в те земли, где со временем появился Северокрымский канал. И помните, ну, земли совершенно не такими, какими они являются сейчас. Меня привезли из Житоминской области родители. Там полезли, совсем другой климат, трава, земля совсем другая. Крым, для меня показался, это сущий ад. Понимаете, по моим детским ощущениям. Ну, и с практически природного заповедника оказался в лыжной степи, это понятно. Ну, со временем, конечно, когда начали строить Северокрымский канал, земля преобразилась. Землю начали обрабатывать. Ну, нельзя не сказать о том, что не совсем правильно велась обработка земли, потому что всю степь распахали, после этого были, конечно, страшные пыльные бури. Затем уже начали садить лесополосы, внедряться в обороты, и крымская земля, в частности, в Жанковском районе вырос. Земля преобразилась. Это стал действительно цветущий сад. А до этого это была действительно целина, которую поднимали люди, приехавшие в Крым, с Украины, с России. То есть было очень много не местных специалистов, были приезжие и работники? Конечно. Дело в том, что до того, как начали строить Северокрымский канал, были построены во многих районах целые населенные пункты по 100, по 200, по 300, по 400 домов. Именно для того, чтобы приезжие рабочие могли. И в эти дома практически переселяли, вселили людей, которые приезжали в Крым для освоения этой степи, крымской степи. Потому что население в то время Крыма было небольшое, потому что фактически были оазисы, там, где была вода, вода, речки, там практически... Более-менее питалась вода. Да, там и была жизнь. А, как вы знаете, Крымский полуостров у нас имеет несколько агроклиматических зон. Одна из них, вот, Жанковский, Первомайский район, Красноперекопский, туда, куда пришла вода в первую очередь, это была зона полупустыни. Она сегодня является таковой. Поэтому для того, чтобы там что-то выращивать, нужно было дать воду. Потому что один из законов земледелия гласит, что нельзя избытком удобрений компенсировать недостаток влаги и наоборот. Вода – это жизнь, это всем понятно. Ну вот хотелось бы еще отвлечься на жизнь обычных людей, которые, ну, были земледельцами. Опять же, вода давала больше потенциала по выращиванию. Урожаи же наверняка увеличились. Вы понимаете, Крымское село и жизнь людей напрямую зависят от экономического состояния хозяйства. Мы в Крыму получали два урожая в течение года. Это давало возможность хозяйству развиваться экономически. Развиваясь, хозяйство строили объекты соцкультбыта. У нас в Крыму социальная сфера была одна из лучших в Советском Союзе. Дома культуры, больницы, ФАПы, школы, библиотеки, асфальтированные улицы, детские сады. И все-таки, возвращаясь к строительству Северокрымского канала, к жизни вокруг Северокрымского канала, Николай Геннадьевич, насколько мы знаем, как раз в то время появилась новая, по большому счету, уникальная профессия – машинисты дождевальных установок. Кто были эти люди? Чем занимались? В чем была специфика профессии? И как выглядели, в принципе, эти дождевальные установки? А я думал, что локалисты. Я хочу сказать, что строительство Северокрымского канала мне запомнилось, когда я учился в Советском техникуме. Как раз по территории Советского района шло строительство Северокрымского канала. Ну а что касается урожаемой техники, то в свое время Министерство судостроительной промышленности СССР получило задание на разработку высокоэффективной дождевальной техники. Там было создано СКБ «Дождь» на базе Ленинграда СКБ, которые разработали такие дождевальные машины, как «Фриат», «Каравелла», «Бригантина». В Крыму было два опытных участка для испытания этих машин. А, то есть здесь проходили полевые испытания? Да. Вот эти полевые испытания проходили в «Дружбе народов» Красногородейского района и колхоз «Украина» Кировского района. «Каравелла», «Бригантина», к сожалению, нехорошо себя зарекомендовали, их производство прекратили. А дождевальные машины «Фрегат» оказались высокоэффективными, долговечными, надежными дождевальными машинами. Что из себя представили? Они и сегодня у хороших хозяйственников стоят на полях, снято с них то, что нужно сберечь. Это клапана, это поршня. Вообще, что они из себя представляли? Это дождевальная машина «Фрегат» кругового действия. То есть, которая вокруг себя? Вокруг себя ходит. Это давление воды движется. Да. Может выливать до 600 кубов на гектар. Одна машина? Одна машина 600 кубов на гектар. Но это очень редко. Как правило, хозяйство давали 300-400 кубов при одном круге на один гектар. Но все равно одна машина поросила гектар. Одна машина могла поливать от 43 до 72 гектар. Даже до 90. 90 – это уже самодельные, пристраивали наши умельцы, а заводы выпускались. Такие кулибины. Да. Потом появилась более эффективная дождевальная техника – это кубань. Это высокоэффективная дождевальная техника обеспечивала одна машина площадь в 400 гектар. Причем качество орошения, то есть поливная капля, гораздо эффективнее использовалась, чем от дождевальных машин «Фрегат». До них еще были ДДН-45, ДДН-70, ДДН-90, ДДА-100. Это навесная дождевальная техника, которая навешивалась на такие широко распространенные в то время трактора, как Т-74 и ДТ-75. Ну, а кубань, она более эффективная, причем она реверсивного типа. То есть, если фрегат кругового действия и только ходил в одном направлении по часовой стрелке, а кубань могла реверсироваться, то есть идет она под ней в середке канал оросительный, водозаборник там, и подается вода на всю территорию, и она могла и туда, и назад идти и поливать. В принципе, я так понимаю, что это было весьма внушительных размеров техники. Ночевала она все там же в поле? В поле, в поле. Они и сегодня, эти машины стоят в поле. Не пытались там не особо добросовестно и гудеть? Ну, я вам скажу, что с Кубани хозяйственники сняли дизеля, сняли генераторы, насосы, сняли дождеватели и так далее. То есть, ну, то, что могут разворовать. Вот. И с фрегатом также снимались и Кубана, и Пятое-десятое на хранение. У нас в гостях есть еще один в свое время министр агропромышленного комплекса Крыма Сергей Пилогенко. Сергей Петрович, здравствуйте. Вот, в целом, понятно, очевидно, да, влияние Северокрымского канала на производство сельхозпродукции. Но было влияние, естественно, на климат, на климатические условия? Естественно, конечно. Северокрымский канал очень серьезно повлиял на, вот, за весь период своего, так сказать, действия, эксплуатации. Очень серьезно повлиял и на климатические условия. Ну, я вот приведу только несколько цифр. Вот, допустим, повысить, вот это орошение, 400 тысяч гектар, которое у нас орошалось, это каждый третий гектар орошался, есть миллионы 200 тысяч гектар пашни. Естественно, что увеличило площадь испарения. То есть, жесткость вот этой вот солнечной радиации, она была уменьшена. Сократилось количество засушливых дней. Вот если до 60-го года у нас было, значит, в среднем 43-45 дней засуха, это с влажностью воздуха менее 30%, то уже вот в 80-е годы это больше 20 только всего было, то есть меньше 30. То есть ситуация улучшилась? Да, естественно, улучшилась. То есть засушливость уменьшилась. Это первое. Второе, значит, если взять, что за пыльные бури, вот, было сказано, да, у нас до 80-х годов, беру, 50-60-е годы, каждый год от одного до трех дней пыльные бури были. И вы прекрасно помните, да и сейчас можете увидеть, лесополосы, особенно вот 50-е годы, к концу, были занесены этими пыльными курганами. До полутора метров было на нос. Если один-три дня ежегодно, то в 59-м году 16 дней было пыльных бур. Вот представляете, что это такое было. Поэтому, естественно, что канал, что он позволил? Во-первых, то, что увлажнялась почва, она уже не распылялась. Это первое. Второе, была увеличена значительно площадь многолетних трав, которые, по сути дела, структуризировали почву, там, где они росли. И третье, это то, что Северокрымский канал позволил значительно укрепить кормовую базу, повысить, нарастить поголовье крупного рогатого скота и увеличить количество органических удобрений. У нас уже вот к концу 80-х годов более 10 тонн органики вносилось на каждый гектар. Это тоже структуризировало почву, и она уже не подвергалась распылению. Поэтому сейчас вот уже, ну не сейчас, а уже в 80-х, к концу 80-х годов, если в 50-х каждый год у нас были пыльные бури от одного до трех дней, я говорил, то в 80-х раз в 10 лет только повторялись пыльные бури. А вот в тех условиях соя перспективной культурой считалось? Значит, насчет сои скажу так. Тут есть даже интересное. Ну, до начала введения в строй Северокрымского канала у нас в Крыму всего около 1-й тысячи гектар сои выращивалось. Но потом, когда начали укреплять кормовую базу, и концентрированные корма, они были в виде монокультуры. Это измельченные зерно пшеницы и ячменя, которые варили на фермах кашу, так называемую, борда. Да, но оно было монокультура. Когда пошло орошение, тогда было принято решение в Крыму о наращивании развития животноводства и наращивании производства продукции животноводства. Естественно, начали увеличиваться площадь и под сои. До 12 тысяч гектар была увеличена площадь под сои. Ну, первоначально, конечно, для нас, для Крыма это была новая культура. И где-то вот во второй половине, в начале второй половины 70-х годов в Америку была отправлена группа специалистов. Это с Красногурдейской района, с Дружбы народов и с колхоза России. Учиться или передавать опыт? Ну, поехать, поехать. Обмен опытом. Опыт, опыт посмотреть, да. Вот они поехали там, значит, это все дело посмотрели. Потом приехали сюда, и оттуда приехали специалисты американцы, чтобы тут, так сказать, нам уже на месте нас проконсультировать. Ну и, короче, говорят, это же эти у нас два хозяйства, которые были у нас зачинателями сои. Ну и когда мне вот что интересно, что когда американцы писали отчет о той работе, которую они тут провели, то по рашению они написали в отчете так. Полив здесь, в Крыму, проводится машинами ДДА-100М, точка. И снова я предложу, это лучше, чем ничего. То есть вот это вот, такое заключение американцев было. Было, значит, это самое, вот по той технике, которую мы поливали. Она больше забивала почву, чем она давала рашение. А уже вот когда фрегаты и Кубани особенно пошли, которые туман давали в воду в виде тумана, ну там же, конечно, пошли результаты значительно лучше. У нас в гостях еще один ветеран водохозяйственной отрасли Крыма, Валентина Новик. Валентина Алексеевна, вы как раз-таки были отправлены в командировку в один из районов Крыма, готовили рисовые чеки к посеву и приему. Это еще одна новая культура, которая появилась с приходом воды. До командировки первый раз я познакомилась вообще с растительной системой, что это такое. Участие в техникуме в советском. На четвертом курсе у нас была практика. В 1964 году мы готовили, весной готовились к приему воды к системе канала РМ-3. То есть это очень серьезная работа. Первая вода, которая пришла на поля. В 1963 году ее опустили, потом закрыли. А вот в 1964 году уже начиналось поливаться. А в 1967 году я работала в Салгирской растительной системе на САГСКОМ участке. И нас несколько человек отправили в Роздолинский район, совхоз опорный был тогда, на приемку рисовых чеков. Это, конечно, была очень серьезная работа. И хорошо, что у меня были хорошие преподаватели в техникуме. У нас был по геодезии преподаватель Борис Владимир Евгеньевич. Вот он говорил, будете знать геодезию, будете есть хлеб с маслом. Вот это мне пригодилось. Не будете знать, будете просто. Ну, может, и вообще ничего не есть. Теодолит, нивелир. Ну, конечно, ну, очень серьезная работа была. Вот тут вот столкнулась я, там, ПМК-134. У нас такой был Калошин Федор Фролович. Он строил эти чеки растительную систему рисовую. А мы, конечно, не помогали. Мы придирались к нему, что, понимаете, что такое рисовый чек? Это вот должна быть чисто горизонтальная поверхность, да. Потому что где-то воды. Вот, ну, все работники сельского хозяйства прекрасно знают, что если где-то чуть будет больше воды, а где-то меньше, уже все, не тот урожай. А у нас в Крыму очень хорошо урожай был. Поэтому работали мы хорошо, на совесть. Ну, а в отрасль вы пришли, собственно, благодаря папе. Летесь в 15-е вы узнали, что такое милиарация? Вы знаете, честное слово, я не знала, что это такое, да. Когда приехали сюда, в Симферополь, то, ну, папа, значит, у меня военный был, музыкант. Он, ну, куда, надо же было после 8-го класса пойти, да, учиться. Куда пойти учиться? Нет, торговый я не хочу, в кулинарный я не хочу. Папа говорит, ну, и сейчас в советском есть вот еще техникум. Ну, такие справочники раньше были. Техникум гидромилиарации. А что такое гидромилиарация? Я не знала, что такое гидромилиарация. Ну, он мне рассказал, что вот безводная степь, почти что пустыня, туда проводят каналы. А потом, значит, проводят, по этим каналам пойдет вода, посадят, будут расти сады, виноградники, и все будет у нас свистеть. Беседа прошла успешно, я так понимаю, результативно. Да, вот так и получилось. И вот до 50 с лишним лет я радуюсь этой своей профессией. С приходом Днепровской воды в Крым ускоренно начала развиваться миллиардативная наука. Активно внедряли в производство достижения научно-технического прогресса. Именно поэтому в 1979 году появился мощный Крымский научно-исследовательский центр Института гидротехники и милиарации Украинской Академии Аграрных Наук. Но и до этого в Крыму велись научно-исследовательские работы. Именно о научной части мы поговорим с заслуженным работником агропромышленного комплекса Республики Крым, советником министра сельского хозяйства Республики Крым Владимиром Николаевичем Куцевичем. Здравствуйте. Благодарю. В июле 1973 года в Крыму был создан так называемый Крымский комплексный отдел Украинского научно-исследовательского института гидротехники и милиарации. И изначально он состоял из... Всего 4 человека. Значит, был Бутенко Владислав Федорович, заведующий отделом, старший научный сотрудник Иван Кирилович Супряга, я старший техник, был приглашен на работу, и водитель. Вот с этого начиналось. Основная цель Крымского комплексного отдела – это было создание необходимых организационных условий для обеспечения научного потенциала и изучения и внедрения ворожаемые земледелия достижения научно-технического производства, в том числе и гидромилиаративной науки. Я бы хотел подчеркнуть, что вот 73-й год, а 74-й, 5-й, 6-й к нам в отдел стали поступать очень много молодых специалистов, которые оканчивали, допустим, Ровенский институт ворожаемого земледелия, другие. Приходили молодые люди, в том числе даже с семьями. И был у нас, пришел тоже своей семьей, к сожалению, его сейчас нет, очень известный человек в гидромилиаративной науке – это Павел Васильевич Тищенко. Это автор знаменитого, известного и в Крыму, и потом оно по Украине распространилось. Это балансомера. Это прибор, который им лично разработан, в моих глазах я видел, как он его конструировал, это модель строилась. То есть он не только схему сделал, но и собрал физическую модель. А затем в колхозе Калинина, Первомайского района, была уже организована, так сказать, база по внедрению этого балансомера. Если я не ошибаюсь, он, по-моему, в радиусе 100 километров давал практическую оценку состояния почвы на орожаемых площадях. Он фиксировал через датчики, через датчики, фиксировал уровень влажности почвы. И сразу выдавал рекомендации, где, на каком поле, где здесь севскохозяйственная культура на орошении, сколько нужно полить, когда нужно полить. То есть где, когда и сколько выдавал результаты? Выдавал четкие рекомендации. Это было просто, я не знаю, если бы было мое право, я бы называл бы это изобретением. Я хотел бы сказать, что мне еще в жизни повезло в июле 75-го года, это когда уже, будем говорить, Северокрымский канал практически заканчивал свое строительство в Ленинском районе на территории, участвовать в экспедиции, контрольной экспедиции с участием министра мелиорации и орошаемого земледелия Советского Союза Алексеевский Евгений Евгеньевич. А цель экспедиции была какова? А? Я вот расскажу. Значит, мы начали свое движение, начиная от головного створа Каховского водохранилища, где открывается затвор, когда подается вода. И 4 дня практически все эти 400 километров мы проехали по каналу, где была дорога, где была проселочная. Изучали и смотрели, как эксплуатируется канал и как используется вода для орошения. Но, к сожалению, на тот момент мы насчитали, зафиксировали, как сейчас принято выражаться, несанкционированные поливы. Это называлось поля-спутники. То есть вода бралась с канала СНП, насосные станции, и подавалась на поля. Данный процесс не был регламентирован. Да, подавалась на поля, и никто учета не вел. И что интересно, еще в тот момент было, что практически не было никакой нормативной научной базы, сколько нужно использовать воды для той или иной культуры. Было, к примеру, ну, я бы не сказал, что это надумано или произвольно. Это было нормальное явление. Допустим, одно хозяйство на кукурузе 800 кубометров на гектар. В другом хозяйстве на такой же культуре 1000 кубов, высправили. Кто 1200 куб. Но самое это было парадоксальное, что кто больше лил воды, извините за термин, у того механизатора была больше зарплата. Так вот, задача была нашего Крымского комплексного отдела разработать нормативную базу по использованию воды с Еврокрымского канала при орошении сельскохозяйственных культур. Одновременно, говорит, мне повезло, я как раз учился в сельхозинституте легендарном. Фактически на четвертом курсе у меня была практически готовая тема дипломной работы, и я защитился очень успешно. Впервые я использовал тогда в нашем сельхозинституте средства, технические средства, это немецкий диапроектор Альфа. Мне были сфотографированы все таблицы, в течение 7 минут я в приемной комиссии это сказал. Соль. Значит, тема дипломной работы. Как сейчас помню, экономическая эффективность внедрения научно-технических норм выработки при поливе сельскохозяйственных культур, широкозахватной дождевальной техники на примере хозяйств Ленинского района Крымской области. То есть, по сути, вы своей дипломной работой подготовились? Совершенно правильно. Меня рекомендовали продлить развитие своей темы, ну, как говорится, в научном плане, на кандидатскую, ну, то мои проблемы были. Но то, что мои эти данные потом использовались непосредственно в хозяйствах, как раз для нормирования. И это благодаря, я вам даже скажу, кому, Григорию Павловичу Мартынцу, это мой учитель. 4 апреля 2014 года поток Днепровской воды для крымчан иссяк. Украина перекрыла шлюзы Северокрымского канала, а он покрывал, напомню, до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Было сделано все возможное, чтобы республика стала полностью независимой от Украины в вопросах водообеспечения. А вот в каком сейчас находится состояние Северокрымский канал и продолжает ли он работать на благо крымчанам, узнаем у нашего гостя, Михаила Наконечного, начальника управления эксплуатацией каналов и милиаративных систем Государственного комитета по водному хозяйству милиарации республики Крым. Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. А сейчас в каком состоянии находится? Технически справен? Продолжает ли работать? Значит, после прекращения подачи воды с Украины специалисты водного хозяйства, такие как Галан Александр Синафонтович, главный инженер проекта Крымгипроводхоза, ныне покойный Царству Небесному, Батько Ярослав Иванович, наши филиалы, Бахчисарай отставить, Жанкойский филиал, Нижнегорский филиал и другие филиалы в порядке, в режиме ЧАЭС с 17 апреля по 11 мая выполнили сопряжение реки Бьюк-Карасу с Северокрымским каналом в районе села Ново-Ивановка Нижнегорского района. И с 11 мая 2014 года по сегодняшний день часть Северокрымского канала, именно 147 километров и насосные станции номер 2 и номер 3 работают на водообеспечение Востока Крыма. Техническое состояние за это время нам удалось реализовать объект ФЦП, это реконструкция насосной станции номер 3, которая подает воду в станционное водохранилище основной источник водоснабжения Керчи, что дало возможность заменить оборудование технологическое, выполнить санацию напорного трубопровода и повысить устойчивость функционирования тракта водоподачи по водообеспечению Востока Крыма. Канал работает не в проектном режиме, но канал исправен, работает, значит, после завершения строительства системы водоподачи на Восток Крыма, которым будут завязаны Просторнинский, Нежинский и Новогригорьевский водозаборы. Да, вот планы на использование в будущем. Планы, там освобождается от 20 до 120 миллионов кубических метров воды Стока реки Биюк-Карасу, и эта вода будет направлена на орошение в Белогорском, Нижнегорском, Советском, Кировском, Ленинском, а также в Джанкойском, Первомайском, Красногвардейском районе. Такие проработки ведутся нами, проработки реальные, так как, ну, сейчас вот идет в этом плане работа. До 2022 года, да, будет водовод еще министральный проложен? Да, до 2022 года будет разделен водовод на водоснабжение, а Северокрымский канал вернется к своему функционалу в основном. Так это помодируем? А то, что да. Да, спасибо. Старшие товарищи говорили о начале строительства Северокрымского канала. Значит, после решения партии правительства о начале строительства Северокрымского канала, по трассе канала строились строительные городки, строители Северокрымского И когда я попал в Крым 36 лет назад, то, приехавши из Крыма, мой покойный отец сказал, сынок, а я в 50-м году прошел от Каховки до станции Воинка, прокладываю трассу Северокрымского канала. Он у меня был геодезистом. Вот. И у меня в руках песенник «Крым издат, Симферополь, 52-й год». И такая песня тут есть. Если можно, я ее зачитаю, речитативно. Конечно, даже сприть можно. Ну, не в голосе. «Мимо скошенных травм учится быстрый состав, черный дым завивается в кольца. Над простором полей взвейся песня смелее, песня дружных ребят-комсомольцев. Мы готовы всегда встать на вахту труда. Не страшны нам ни ветры, ни бури. Все расскажут про нас в Днепрострове и Кузбассе, родной комсомольц на Амуре. Припев. Ждут нас новые победы. В наступлении дан сигнал. Комсомольцы Крыма едут строить Сталинский канал. Где стонала земля, где горели поля, там, где засуха вечно гуляла, там, прохладой дыша через грудь Севаша, ляжет гордая трасса канала. Это Сталин для нас отдал смелый приказ. Крепнет дружба труда и науки. Пусть пробьют для воды и посадят сады комсомольские крепкие руки». Выходил на поля молодой агроном, говорил, что земля вся в наряде цветну. «Хороша земля, мой край дорогой, Люблю тебя всей русской душой. Ветер кудри трепал золотистой волной, Ночевал на полях агроном молодой. «Хороша земля, мой край дорогой, Люблю тебя всей русской душой». «Хороша земля, мой край дорогой, Люблю тебя всей русской душой». «Хороша земля, мой край дорогой, Люблю тебя всей русской душой». «Хороша земля, мой край дорогой, Люблю тебя всей русской душой». «Хороша земля, мой край дорогой, Люблю тебя всей русской душой». «Хороша земля, мой край дорогой, Люблю тебя всей русской душой». Пресная вода – один из самых ценных для Крыма ресурсов. Как обеспечить население и отрасли экономики водой? Вопросы, которые пытались решить в Крыму во все времена. А потому не устанем повторять вновь и вновь воду, которую имеем, нужно беречь, как зеницу ока. Это была программа «Крымские истории». Мы прощаемся с вами совсем ненадолго. И помните, все мы часть большой «Крымской истории», чем и гордень.